Ну, как и следовало ожидать, мэрия Москвы запретила митинг родственникам мобилизованных, объяснив отказ, внимание, эпидемиологической обстановкой и коронавирусными ограничениями. Вдруг. Ну, что все. Как ты правильно заметила, ничего удивительного. Да. Этого и следовало ожидать. Так, российская пропаганда принялась активно рекламировать участие в штурме Авдеевки, будто это какой-то туристический тур для любителей острых ощущений, а не прямой билет в ад. Вот пару цитат. Штурм Авдеевки. Это знаковое событие. Наша Курская Дуга и Куликовская битва. События, о котором будут говорить через века, а участники навсегда станут героями. Ну, почему-то они стыдливо при этом умалчивают о десятках тысяч погибших уже под этой Авдеевкой. Что иронично, соответствующие призывы были замечены, в частности, в телеграм-канале «Солдатские вдовы России». Все характерные обсуждения. Да, но не пропагандистов российских будем обсуждать, а действительно ситуацию под Авдеевкой. Что там сейчас происходит, нам расскажет Виталий Барабаш, глава Авдеевской городской военной администрации Покровского района Донецкой области. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Слава Украине, здравствуйте. Героям слава. Какой информацией вы можете поделиться по состоянию на сейчас? Российские оккупационные войска готовились к третьему штурму Авдеевки. Начался ли он уже или бои проходят с такой интенсивностью, что разграничить их невозможно, эти штурмы первой волны, второй, третьей и так далее? Ну, третьей волны штурмовых действий еще не началось. Понятное дело, мы ожидаем ее. Военные, гражданские, действительно, все в ожидании. И она будет, однозначно будет. Есть четкое разграничение. Мы видели и первую волну, понятное дело, 10 октября. Видели вторую, 18-го, 19-го. Третий, как таковое, еще не началось в связи с погодными условиями. Действительно, погода пока не дает им возможности в большом количестве использовать технику бронированную, колесную, на траках. В большей степени сейчас они ведут свои наступательные действия по флангам с применением пехоты. Ну, и несколько дней подряд, сегодня, наверное, уже четвертый, может, даже пятый день, они так серьезно взялись за промку завдеевскую. Ранее они практически туда не совались, какие-то были небольшие вылазки. Но сейчас они активно взялись за промку. Ну, там, скажем так, грунты позволяют им использовать технику. И они туда уже какой день, четвертый или пятый подряд, и танки, и БМП. Не в таком количестве, как это было ранее, в тех волнах, да, активизации. Но, тем не менее, по восемь, шесть единиц техники каждый день они бросают именно на авдеевскую промку. Александр, Виталий, по поводу информации о том, что они принялись за пешее окружение, как это было в Бахмуте, есть такая информация, что оккупанты такую тактику применяют. Правда ли это, и в чем ее особенность, в чем особенность этого пешего окружения? Ну, прям про такое там пешее окружение, честно говоря, мы не слышали. Ну, может, это просто оно называется так, да, мы просто физически не слышали. Тактика очень простая. Они по флангам поняли, что сейчас, по крайней мере, да, с такими погодными условиями, они не могут технику использовать, поэтому они заваливают пехотой. Несколько групп, одновременно небольших групп, выдвигаются по нескольким направлениям и пытаются, грубо говоря, зацепиться. Идет первая волна. Первая волна, как правило, это идут Шторм-Зет, ну, скажем так, непотреб этот, да, задача которого как можно ближе подойти к нашим позициям и донести туда боекомплект. Ну, и геройские погибнут, да, чтобы следующие, которые будут идти уже кадровые, могли этот боекомплект использовать. И они так и с юга, и с севера, вот, постоянно, они пытаются по флангам, скажем так, проводить свои вот эти вот, ну, штурмовые действия, можно так их назвать. Основная задача первой волны, это все-таки как можно ближе к нашим позициям донести БК. А не используют они технику сейчас активно только ли из-за ухудшения погоды? Или испытывают и дефицит в ней? К сожалению, дефицита нет у них в технике. Понятно, что она разная, она и допотопная, еще там, не знаю, там, 50-х, 60-х годов. И это есть, да, видели мы всю эту мотолыгу для разминирования, которую они, как мотолыга-камикадзе, да, отправили для разминирования. Ну, тактика такая себе, но, тем не менее, техники у них очень много. Погодные условия раз, второе, ну, как бы-то много ума не надо понимать, что они делают, да, они сейчас активизируют на промке, скажем так, технику, да, потому что там техника может поехать. И там есть, ну, пусть и разбитое, но все равно асфальтированное покрытие, по которому, ну, броня может ехать. И тем самым они пытаются тянуть наши силы на промку, чтобы потом ударить по флангам. То есть, все понятно, все читаемо, все ясно. Но техники действительно у них очень много. Очень личного состава. Да, то, что они ее не экономят, даже можно увидеть по видео, которое мы сейчас покажем. Там россияне используют новую тактику, они придумали вездеходы-камикадзе, их, наверное, можно назвать. Они начиняют взрывными устройствами, ну, любой вид автомобиля, подгоняют его поближе к позициям украинских войск, выпрыгивает водитель, как вы видите, а машина на скорости направляется по отношению к нашему. Насколько часто эту практику используют? И научились ли наши воины как-то это предотвращать? Ну, водитель, кстати, да, потом сам подорвался на мине. Ну, опять же, повторюсь, это не новая история. Она использовалась, ну, применялась и на херсонском направлении врагом, и на том самом бахмутском направлении. У нас это уже как бы-то, ну, действительно не новая история. Не очень часто они ее применяют, скорее всего, просто, ну, тем самым показывают линию, так сказать, куда они будут потом активничать. То есть это для разминирования наших минных заграждений они отправляют эти камикадзе. До позиции они не доезжают, подрываются ранее. Ну, даже на этом видео было видно, что далеко до позиции еще, и на минном поле подорвалась эта мотолыга. Есть. Делают они такие вещи. Опять же, повторюсь, насколько это эффективно. Ну, по крайней мере, ну, то, что ребята говорят, ну, такой, знаете, непонятная история от слова совсем. Логики ноль. Ну, я, кто скажет, украинскую мову еще могла. Виталий, по поводу того, как они используют мясные эти штурмы, не жалеют личный состав. Вот здесь можно подробнее, насколько их там много, оккупантов, и вот то, что они, ну, вот сколько гибнет там приблизительно за день этого пушечного мяса, за которое выходят жены, да, у нас был сюжет перед вами, потому что жены не просят, да, оставить Украину в покое, просят просто других туда отправлять. Вот в каком количестве они там гибнут? Ну, по поводу вот этих выступлений жен, да, понятно, в моем России не понять, никто их, непонятное дело, не отпустит. Да, в принципе, они и никому не нужны, ни власти, ни своим же близким. Главное, чтобы их тут за двухсотили, и там выплаты какие-то государство им заплатило. Ну, об этом больше они пекутся, там про эти лады, там новые, да, белые. Эти же истории мы все помним. По поводу количества, разное количество, в зависимости от того, как они активничают, соответственно, и такие потери в них. От 150-200, ну, максимально, когда была первая волна, тогда доходило до 700-750 в день. Именно только на нашем направлении. Это только авдевка. Колоссальные цифры, конечно. Виталий, мне хочется задать очень наивный, наверное, но в то же время очень сложный вопрос. Как вы считаете, а когда и чем эти штурмы могут все-таки закончиться? Ведь перед российскими оккупационными войсками стоит, что главное, не военная задача, а задача политическая, любой ценой взять авдевку. И мы понимаем, что как тараканов это пушечное мясо будут туда гнать, гнать и гнать месяцами. Только, ну, мое мнение, да, россияне не остановятся никогда. Ну, то есть, чтобы кто-то дал команду отойти или прекратить эти штурмовые действия, ну, такой команды у них не будет однозначно. То есть, цена вот этого политического решения в Российской Федерации, она очень высока. И, ну, у меня лично нет сомнений, что эту команду давали конкретно с Кремля и конкретно Путин. Соответственно, никто из военного командования перечить не сможет. И, ну, это смерти подобно. Понятное дело, они будут кидать их, вы правильно говорите, месяцами, сколько бы этого не нужно было. Наша задача перемолоть и остановить, и по возможности откинуть. Это закончится только лишь тем, что физически у них кончится ресурс человеческий, да. Хотя человеческий навряд ли у них кончится. Техника и логистика. Это то, над чем, я знаю, наши работают очень, ну, так, серьезно, да. И логистику, не вот эту ближнюю логистику, а дальнюю логистику, которой им не будет возможности давать. Сейчас у них плечо там сутки-двое подвезти БК, ГСМ и так далее и тому подобное. То есть, если эту логистику уничтожать на территории, даже не Украины, а на приграничных регионах Российской Федерации, то это плечо у них будет затягиваться неделя-полторы. Неделя-полторы в таких условиях, ну, это очень большой срок. Может очень многое поменяться за неделю, за полторы. Наша задача остановить и выбить им логистику, начиная от ближней и средней, ну, средней и дальней логистики. И тогда только это сможет остановиться. Ну, и перемалывать эти мясные штурмы, как успешно это делали вооруженные силы Украины до сегодняшнего дня. Кстати, об этом говорит и президент Украины Владимир Зеленский. Его цитата. Выдержать их натиск крайне сложно, но чем больше российских войск будет уничтожено под Авдеевкой, тем хуже будет общая ситуация для противника, что скажется на общем ходе этой войны. Верим в вооруженные силы Украины. Виталий, вам спасибо огромное за то, что вы находите время и помогаете нам доносить правду об этой войне Российской Федерации против Украины. Виталий Барабаш, глава Авдеевской городской военной администрации, присоединялся к нашему эфиру. Спасибо большое.